Всем привет, мои хорошие! С вами Акемери и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Как вы уже поняли, сегодня у нас с вами будет Макбанг, Макдональдс, там ник у нас его не было. И у меня сегодня меню, Макчикен меню, которое я купила со скидкой аж 30% с помощью приложения. Это не реклама, просто полезная информация, которая может понадобиться и вам. Так, только что пришла, доставку делала сама себе. Здесь мне положили в подарок вот такие вот соусы. Кстати, наггетсы не входят в меню, я их купила отдельно, 9 штук. Купила кисло-сладкий соус, вот его я никак не могу найти среди вот этих вот хайнс, которые продаются в супермаркетах, нигде не могу найти. Это такие соусы, я его просто обожаю, он очень вкусный. Купила аж 2, один в подарок, по-моему, шел, второй я его купила сама. Пошла я в Макдональдс, там никого не было, потому что дело было утром, делать в лайки нечего. Посмотрите на Макчикен, но не красавица, он теплый. Здесь огромный такой наггетс, я просто обожаю Макчикен и вот эту капусту, которая внутри. Обожаю. Столько молодежи работает в Макдональдсе, очень молодцы. Я когда в универе училась, с первого, наверное, по третий курс, я даже не задумывалась о том, чтобы пойти куда-то работать. Не потому что я не хотела, я просто думала, что никуда меня не возьмут. Я смотрю на них, они вроде как студенты, почасовая работа, и какие они все-таки молодцы. Если вы тоже сейчас учитесь в университете или в школе и планируете поступать, я вам скажу так, всегда выигрывают те, кто во время учебы в университете еще и работает. Во-первых, вы не будете страдать какой-то фигней. Во-вторых, это уже какой-то старт. Какое-то начало. Я считаю, что я это делала неправильно. У нас была девочка, она как только поступила в университет, я не могу сказать, что прям семья, знаете, такая прям, она нуждалась, вот. Она работала в HR. Что за эти помощник, помощника для помощника, вот что-то такое, да. Шла на несколько буквально часов и выполняла поручения. И она открыто говорила, что она очень мало зарабатывает, то есть около... Ну, помню, 70-80 монат. Мы как бы говорили, за нафига. Сидим в университетской жизни, все такое. Поработать всегда успеем. Мой отец всегда мне говорил, что поработать всегда ты успеешь, а вот эти университетские годы, они как бы эксклюзивно закончатся, так скажем. Мой папа всегда был против того, чтобы я работала во время того, как я учусь. Как я скучала. Но сейчас я думаю иначе. Я думаю, что работать надо. И вот эта девочка сейчас работает в очень крупной компании. в очень хорошей должности. Я сама была очень в шоке, когда узнала. Ладно, знаете, семья нуждалась, но нет. Девочка очень прибивная, такая умница, еще красавица. И вы знаете, даже в университете очень часто ей делали поблажки, именно потому, что она работает. Учителя в университете в этом плане вообще были очень крутые. Знаете, в каком плане? Они говорили, что самое главное для нас, чтобы вы нашли работу, и чтобы не было такого, что вот кто-то закончил западный университет, потратил столько денег и так же остался без работы. В этом плане университет вообще поддерживал только. Одному парню вообще нашли работу. Хорошая страховая компания. В этом плане, например, государственные вузы им как бы пофиг. Найдешь ты работу, не найдешь потом. Как твоя судьба сложится? А частные вот палились из-за этого. И в универе нам тоже всегда говорили, что вот уже третий курс, уже начинайте где-то работать. Я сейчас смотрю, например, даже в Макдональдсе. Ну и что, что там на перспектив практически нет. Все равно человек видит, как зарабатываются деньги. Я считаю, что чем раньше ты начинаешь работать, тем лучше. У меня вообще другой бизнес был во время университета. Я тоже не сидела сложа руки. Бизнес в кавычках. У меня была страница в Инстаграме. Я продавала там бижутерию. Только бижутерию. Что-то я заказывала с Алиэкспресс. Я как бы не скрывала то, что я заказываю с Алиэкспресс. Вот вы знаете, что на почте у нас нужно платить около доллара пошлину за маленькую посылочку. А когда ты берешь огромную посылку, ты все равно платишь ту же пошлину. А получается, мне было выгодно покупать очень много бижутерия. А потом распродавать в Инстаграме. Например, кому-то нужен был заказ свой. Я знаю, что все равно в 2 часа я выхожу с университета. К примеру, я беру бижутерию с собой. Назначаю встречу. В 2 часа, например, рядом с Макдональдсом на Нариманове. Ну, к примеру, человек приходил туда и забирал. Я получала свои деньги. Сильной, знаете, такой накрутки не было. Но все равно для меня был такой азарт. У меня такое ощущение было, что, знаете, я такая бизнес-лейте. У меня свой бизнес. Просто проблема заключалась в том, что летом бижутерия продавалась очень хорошо, а зимой плохо. Я доставляла, ходила, бегала. Уже, знаете, столько было заказов, что я аж сделала минимальный заказ 13 долларов. То есть, если вы заказываете меньше 13 долларов, вы сами должны прийти забрать. Все было у нас в наличии. Есть вот странички, которые работают так. Ты заказала, через 14 дней тебе что-то придет. Нет. У меня все было в наличии. Одна комната, она была полностью завалена. Эта бижутерия. Вы знаете, было такое счастье, когда дела шли. Я не чувствовала себя какой-то ущемленной, что вот я хожу по метро, раздаю эту бижутерию, кто-то заставляет меня ждать. Наоборот, у меня было такое чувство гордости. За то, что вот я чем-то занимаюсь. И как бы моя подруга самая близкая, она мне говорила, что скажи в университете тоже, что ты занимаешься бижутерией, все равно девчонки покупают бижутерию, пусть лучше купят у тебя. У меня, знаете, на этой странице очень много было подписчиков, не помню, 10 тысяч или 12 тысяч. И причем не накрученный. На каждой фотографии было около 500 лайков. Так что... Я долгое время скрывала, а потом решила сказать, что вот я занимаюсь бижутерией. Если вы хотите, скажите, я вам продам со скидкой и так далее. Не все было с Алиэкспресс. Некоторые вещи я ходила. У нас есть оптовая, откуда вот все магазины бижутерии как раз-таки и завозят свою бижутерию. Я ездила туда, выбирала оттуда какие-то модели, привозила. Это место находится за городом. Я его нашла через там знакомых, которые занимаются торговлей. То есть не все было с Алиэкспресс. Наверное, процентов 20 было с Алиэкспресс. Я сказала своим одногруппницам, вот такая счастливая. А вы не поверьте, никто у меня ничего не купил. Никто. То есть они не засмеяли меня, но и как бы никто не поддержал. Даже вот за доллар какую-то цепочку не купили. Потом прошли годы. Я где-то, наверное, года два занималась этой бижутерией. Мне надоело то, что, знаете, в сезон у меня есть деньги в летом, а зимой у меня нет торговли. А покупать и продавать какие-то, ну, большие по объему вещи, например, сумки. У меня была идея зимой, например, сумки продавать. Сумки, они как бы более затратные. У меня не было столько денег, чтобы вложиться в этот бизнес. У меня появилась новая идея. Я решила заняться ногтями. Тогда мастеров маникюра было не настолько много, как сейчас. Сейчас очень много, реально. Эта процедура стоит намного дешевле, чем в те времена. Я пошла на курсы, научилась. Я не могу сказать, что я делала прям супер. Рисовала там бабочек. Просто однотонный гейтлак, который не скалывается. Вот как вы видите по моим ногтям, у меня ничего не скалывается. В прошлый вот красный маникюр я ходила, наверное, больше месяца, у меня ничего не скололось. Все было замечательно. Я сначала делала на себе. Я смотрела, что все остается. Самое главное, что покрытие остается, правильно? Аккуратненько нанести я его могла. Но вот рисунки, какие-то вот стразы красивые приклеить, это у меня не очень получалось. Поэтому, что я делала? Сейчас расскажу. Я делала гейтлак в три раза дешевле, чем в салоне. Даже в самом недорогом. Во-первых, я делала дома. Я не платила за аренду помещения и так далее. Во-вторых, я не профи, правильно? Я не могу делать настолько красиво, настолько хорошо, как делает этот, например, мастер в салоне. У мастера в салоне там палитра огромная. Вы это слышали, соседи мои? Если вы меня смотрите, соседушки, ну, пожалуйста. Деньте куда-нибудь своего коня, пожалуйста. Ну, в общем, я делала... Ноксы у меня уже были постоянные клиенты. Все было замечательно. И уже этот бизнес мне нравился намного больше, чем предыдущие. Потому что я знала, что клиент, который пришел сегодня, например, на процедуру, через месяц опять придет. Но есть какая-то стабильность. Не было вот этого сезонности. То есть летом я зарабатываю, зимой нет. Такого не было. И я продолжила. И как бы все было круто. Потом я как бы в универе тоже решила на свою голову сказать, что я делаю ногти. И как вы думаете, кто-то ко мне пришел на эту процедуру? Никто. Кроме одной девочки. Это была Шелли. Она училась на курс выше меня. А если честно, я даже не думала, что она придет. Несколько раз она подходила ко мне. И мы как-то с ней дружились. Даже очень. С тех пор, по сегодняшний день, наверное, уже где-то года четыре. Нет, не четыре. Ну, где-то года три мы с ней дружим. Со второго курса. Так что заниматься можно чем угодно. Но никогда не сидите сложа руки. Вот сейчас я бы не стала заниматься бижутерией. Я бы вообще не стала заниматься каким-то бизнесом. Хотя есть у меня одна идея. Вот у меня у мамы свой кулинарный канал. Правильно? Можно открыть страницу в Инстаграме и продавать торты. Какие-то бисквиты. Какие-то блюда. Потому что все равно YouTube не может быть твоим единственным источником заработка. Если у тебя ну сто тысяч подписчиков, ну двести, ну триста, понимаете, надо миллион иметь подписчиков, чтобы хорошо зарабатывать с YouTube. Вот они хорошо зарабатывают. И зарабатывают не на монетизации, не вот на этих вот штучках, которые желтые, вы видите внизу, не на этом. Когда у тебя очень много подписчиков, тебе предлагают прямую рекламу. Вот когда прямая реклама бывает в видео, вот тогда ты зарабатываешь. А вот эти, например, мукбанки, сейчас я пошла в Макдональдс, я потратила около 15 долларов, так скажем. На данный момент в январе тысяча просмотров стоит около 25 копеек. Абсолютно серьезно я вам говорю, в январе вообще очень дешево просмотры стоят. Многие думают, что тысяча просмотров стоит 1 доллар. Но это в том случае, если каждый человек, который будет смотреть в видео, будет всю рекламу досматривать до конца. Но никто это не делает, все делают скип, пропускают. Вот если вы бьюти-блогер, например, если у вас будет 100 тысяч подписчиков, у вас уже просто куча предложений будет рекламных. Если вы фуд-блогер, если даже у вас полмиллиона, как, например, у САСС-АСМР, вы видели у нее реклама? Продукты так не вкладываются в Ютуб. Поэтому, если у меня будет, например, дочка, и она скажет, что я просто хочу быть блогером, я не хочу заканчивать ни один университет, никакую профессию, я просто буду блогером. Я ее заставлю учиться. Вот я смотрела одного блогера, ее зовут Анна Кузычко, что ли. Не у миллиона подписчиков. И одно время хорошенько шло, хорошо зарабатывала. Сейчас просмотры упали у нее по 60 тысяч просмотров на каждом видео. Вот. И что этот человек зарабатывает, очень мало, а профессии никакой нет. Это очень плохо. Я ее очень люблю, смотрю ее видео. но все равно нужно правильно ставить приоритеты. Бьюти-блогеры имеют даже небольшие просмотры, сейчас косметические бренды между собой знаете как ругаются. Да не то, что ругаются, очень сильно конкурируют. Если какой-то блогер скажет, вы знаете, эта тушь лучше, чем вот эта. Одно ее слово стоит того, что зрители пойдут покупать именно эту тушь. Поэтому у них реклама стоит бешеных просто денег. И сейчас все, наверное, напишут, айка, если это так, почему ты не снимаешь видео про косметику? Я могу объяснить. Во-первых, я не умею так красиво краситься. Во-вторых, ну это не мой конек, наверное, все-таки. Кто-то умеет, у кого-то получается. Когда я начала снимать видео, ритетет тоже начала только вот снимать видео, у нас было одинаковое количество просмотров, и ее просмотры просто взлетели, потому что у нее были очень крутые палетки, потому что она умела очень классно красть, а я не умею, понимаете? Вот кому что дано, да? Я люблю мукбанки, я люблю посидеть вот так вот поболтать вместе с вами и вкусно покушать. Я вообще собиралась в этом видео абсолютно про другое говорить, но получилось, как получилось. Я вас все очень-очень сильно люблю, обожаю Макдональдс, обожаю вас, с моим благом Эмири всем пока!